привет ребята у нас сегодня переезд мы взяли в компании юхол вот этот трак у меня права категории бы получается но по местным понятиям это пятый класс и они дают машину наверно тут стоит двигатель v10 так а где что-то выезд так ребята еду на таком огроменном траке первый раз еще еще ни разу не ездил на таком так а где же тут выезд покатайся по стоянке привык говори там нам туда да нам же на направо как направо нам ты хочешь помолкнуть домой допу надо куда-туда делать небольшие забега для разворота так как раз красная привет ребята у нас сегодня переезд мы взяли в компании юхол вот этот трак у меня права категории бы получается но по местным понятиям это пятый класс и они дают машину наверно тут стоит двигатель v10 короче длиной она 27 футов мы вот когда приедем домой и не знаем и заедем ли мы во двор потому что она реально самая большая зачем они дали сам большую не было не было лет не было других там целый целый паркинг маленьких я думаю может чтобы с нее денег содрать больше просто за нее но получается весь рай но страховку я отдельно взял уже никогда не садился как бы за рулю такого автомобиля и страховку еще взял 17 баксов отдельно это можно перевести наверное не знаю что хочешь на можно так как он на засунуть еще одну такую фуру в общем еду я пока не больше там 25 маунте потому что пробка и в принципе хорошо что пробка быстро ехать не получается тормоз у нее достаточно жесткий то есть надо давить конкретно и она такая инертная машина большая тяжелая вот а что делать ребята вот так вот получилось все все про все 147 баксов ну надо делать мувинг возить своей машиной как бы не вариант потому что у нас там есть габаритные вещи и нас там есть колеса тренажер велосипед там куча стаффа мебель телевизор большая диагональ вот поэтому но было принято решение взять юхул а как оказалось маленьких у них нету я не знаю может быть надо было позвонить на другой склад может у них там на другом есть но что делать вот сейчас приедем будем это все грузить ну просто потом мы вам снимем покажем как он выглядит снаружи этот трак потому что ну кабина большая вы видите да что ну реально тазик большой вот но снаружи когда вы посмотрите вы поймете что это наверно как уровня дав наверно не знаю к ней не этот кокель знаете но я не по манкин рот вроде дорога знакомая тут вроде ничего такого нет и хорошо что днем когда все хорошо видно солнце в принципе машина педали и руля слушается все хорошо вот самый будет прикол наверное это когда будем заезжать во двор потому что заезд там не сильно большой и нужно выгадать время когда еще люди с работы не вернулись чтобы было куда заехать этой машиной потому что как было на свадьбе у нас у нас был большой этот лимузин и водитель сказал что мы во двор можем заехать но только лишь наполовину потому что машина длинная очень поэтому я здесь тоже думаю как она здесь получится вот ну пока едем пока пол дороги полет нормальный вот страховка на один день у него стоят 17 баксов но еще он сказал что примерно надо будет кинуть на 12 баксов за 10 литров бензы вот потому что но мы ее спалим до километров я думаю 30 40 у нас будет общего расхода общего пробега ну вот так вот посмотрите какой красивый монтан хай скул хогвартс хогвартс да это там эти живут и учатся колдуны и разные волшебники вот здесь снимали властелин колец здесь снимали разные такие сериалы интересные это уже другая история ну это уже другая история да сейчас нам главное сейчас проехать но живем скажу что я приятно удивлен тому что у него хорошие сиденья хорошая посадка я еду я чувствую что ехать удобно ехать ехать сидеть в нем удобно надо будет еще посмотреть что это за марка автомобиля что это это форт по моему какой-то мега огромный там будем сейчас выезжать на этот на мэйн там надо будет посмотреть в поворот вписываться чтобы никого не примять я теперь буду бояться этих юхолистов на дороге я не знала раньше потому что юхолы дают вот можно у вас есть допустим права вам можно попросить вот такой трак ну в принципе прикольно вы можете на таком траке съездить на рыбалку уже можно положить в кузове разложенные удочки в длину они влезут там 9 метров длины заплатить 150 долларов для того чтобы удочки не разматывались да ребята сейчас давай 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 ах не хотите я ему показано правильно сделал что меня пропустил ну да не поймешь что наверно тут они смотрят юхол дрюня там когда-то перевозил тоже свои эти вещи то у него было немножко меньше но у нас меньше не дали но они апсейлинг сделали они тебе впарили я не буду тут обгонять не 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 обгонять подрезать это сейчас это сейчас не про нас точно да там все равно красный будет ну что делать сейчас у нас будет другая тема сейчас мы встанем и будем по чуть-чуть все выносить все запихивать начиная от колес окей хорошо ребята уже покажем вам его из дому уже снимем во дворе как у нас там обстановка вот так что такие дела всем привет не переключаемся будет из дома дальше видео так ребята вот наша машинка вот вы можете видеть сейчас будем сзади грузиться сейчас покажешь вот тут однокомнатная квартира да тут можно вот так вот так что ребята будем сейчас уже чуть-чуть выносить вещи дождать трюню чтобы он нас тут караулил или Саша будет караулить вот такие дела потом покажем как мы уже будем наверное в новом месте питания выгружаться так ребята так ребята все погрузились мы вот у нас ford 650 f намучился немножко ну ничего сейчас будем сейчас будем сейчас я чуть прогреюсь а он и не холодный не остыл буду сдавать назад как-то выезжать фух ребята мокрые тут немножко грязненький потому что потаскали но самый лучший метод конечно вот эти большие машины потому что не надо ничего распихивать все занесли просто поставили и все вон уже Саша дюня Саша на белом машине выезжают и все завтра еще заберем комп и телевизор и все и до свидания ГВН так ребята сегодня утром у нас прощание с этим зверем f650 super heavy duty super duty написано что он тянет 22000 фунтов то есть это 11 тонны якобы хотя не знаю могу ошибаться написано где-то было написано сколько он а вот андер 22000 гроз то есть я так понимаю до 22000 фунтов сейчас я его буду отгонять на заправлюсь по дороге и отгоню его на компанию там его на паркинг поставлю где я его брал вот вот такое вот ребята дела такой вот дек такое вот пасмурное утро еще немножко снег тут остался за городом вот вот ну будем смотреть что мы будем делать с чего начинать и что и как вот сейчас саша пойдет выгонит свою машину обгонит и я буду выезжать а вы ребята держитесь подписывайтесь на канал скоро будет еще много интересного понимаете вот дом есть вот поэтому собственно был переезд у нас появился дом так и так ребята вот я на стоянке юхула вот мой грузовичок который я уже сдал еще с меня зачаржили 32 доллара 38 вернее за то что я его не заправил я не захотел заезжать на заправку потому что потому что блин и так еле еле там выезжал дома драйвей узкий и короче получилось очень весело вот и уже по дороге не было заправок я не хотел искать а кстати а это пропановая здесь пропановая заправка можно заправлять баллоны ну тут такие машинки стоят разные хотя такого бобика было бы мало пришлось бы толкать наверх если бы брать вот такие вот газельки типа да вот а мне впарили самую большую 26 футов вот это вот поэтому ребята вот такой у нас был переезд вот я вот сейчас возле машинки и сейчас я уже иду на французский у нас еще и французский сегодня с утра в пятницу у Мишеля последний день сегодня нас видимо будут переформировать потом по разным группам вот заканчивается у него контракт у него был контракт на пять месяцев с нами то есть пять месяцев мы учили с ним френч вот ну и сейчас получается что уже он не будет нами заниматься будет заниматься там какой-то другой группой какие-то часы у него еще остались ну и все и до свидания вот так что такие дела придется в более сильной группе тянуть френч конечно придется его учить теперь по-настоящему не так как мы обвгдейка там читали сейчас уже придется и грамматику нормально и произношение и и в райтинге и все вот такой у нас был мувинг ребята еще раз скажу что дом мы купили взяли моргидж об этом будет отдельное видео но наверное следующее видео будет о том какой дом мы чуть не купили мы чуть не купили дом за 30 тысяч долларов мысли о нем конечно не покидает но все таки мы купили этот другой дом следующие и почему мы не взяли первый почему такая цена и что там было и вообще что как почему будет уже в следующей серии так что ребята подписывайтесь на канал делитесь с друзьями вы дальше будет интересно затем всем пока еду на французский ребята пока пока